здрасте я обещала что когда-нибудь будет солнце вот когда-нибудь да в эту субботу у нас солнце ну с владимиром идем добывать машину добывать на день раздал его и и и и и то поменять зимнюю резину и починить в конце концов ура полиняем на кучу бабла так вот нам нужно дойти совершенно противоположный по геогоналу а там не пройдем вот мы идем пешком предположительно прогулка займет 30 минут когда-то же надо правда я вчера походе вчера в два раза больше не вчера оставил машину случайно он не собирался как-то так получишь наставил машины в вечер потому что поэтому немножко покажем вам окрестностей осенью с лысыми деревьями но хотя бы зеленые газеты а это вот у нас пришло письмо и по этому поводу городе начинается легкая заварушка смысл в том что вводится новая система уборки мусора и не всем это нравится поэтому в конце месяца у нас будет публичное слушание где все желающие могут задать свои вопросы как бы власти попробуют успокоить жителей потому что ничего нет не изменится все уже все контракты подписаны и будет так как они сказали революция да но народ возмущается а теплее не становится следующей неделе правда можно убирать это шестая улица до сих пор но мы сейчас с нее свернем ходим каждый день камере ездим ходит а кто-то есть замере есть это у меня очках в коричневых приятный оттенок у травы мне всегда нравится сейчас дом будет какая машина и какой город что на явно в а это же он был на продаже вот как купили этого того купили это машина нового владеется просто ну при всем желание туда не уедет по высоте не пройдет как-то по верху если войдет вряд ли вряд ли на поверху войдет вот там у нас школа у нас коллегиат то есть старшая школа там дальше или это просто простите если я туплю там дальше по улице вход в аксессовый центр мы туда пойдем попозже сегодня выставка продажа рукоделия посвящена рождеству и в принципе надо сходить там отметиться упс вот это гилмар на гилмаре у нас тоже революция на слишком много происходит для такого маленького города здесь сделали новую канализацию поэтому улица вся перекопана мы сейчас там дальше пройдем я будет возможность насладиться народ возмущался страшное но две недели справились впереди все сделали нервируете народ да у нас и крупные стройки посреди города народ не радует тоже у кого-то деревья стоят акация что-ли а рябина чё это я чё это я рябинаш до красные листья красиво заколочено все заставлено заколочено вот это у нас апартменты по-моему самый дешевый город да говорят мы не в курсе самом деле не самые лучшие отзывы да отзывы у них самые лучшие аминалийская церковь сюда мы приезжаем развод хор слушать в котором райан поет это видео даже было я найду ссылку под видео положу владимир и слышал что он хочет идти по восьмой улице поэтому срачим на восьмой но эти все домики маленькие старенькие да так раз самая такая старая часть города торт надо гилмара не ну кто-то модернизирует на новый сайдинг да ну в принципе здесь куда в основном вот такие у нас тоже такое столько побольше эти мелкие ой как вкусно какой-то барбекю пахнет если не будем тоже делать так кстати кстати нам пешком на каток лучше ехать ну да и когда зимой как-то хорошо-то о смотрите этот дятел да вот он тут кушал куда делся тяжело прыгать то ручек то нету ничего как-то справляется парышня в балетках я так уже давно себе все сморозила вот это вот каток кстати не плохо на котором кирпичная кладка да что ж такое если пытаясь про каток рассказать да кирпичная кладка не плохо смотрится а там тоже видите другой отделочный кирпич потом еще кирпич мы тоже такое сделаем кирпиче но ничего страшного соберется так вот этот каток на который владимир зимой ходил играть в хоккей бесплатный общественный а вот то большое каменное здание это суд наш вот здоровый и мне нравится вот это вот контейнер пивиси под домом да вот эти кстати комнаты с гаражами они очень классные вот если мы будем строить дом то что такое рассмотреть гараж просто так просто да даже когда гараж это настоящий но не так прикольно ну то есть гараж сам по себе просто длинная колбаса получился как у нас каток кстати владимир новость помните там на access в центре тоже открытый каток город свету не было этом году и туда свет пройдут да там сейчас как раз работает электрик проводит свет дано за по диагонали так тинь и все пришли сейчас мы дойдем до вартроп это будет очень длинное видео в конце концов мы не едем а мы идем далее поэтому если кому-то хочется чтобы мы больше ходили по дорогим улицам напишите комментариях нет нет пишите в комментариях мастерам может быть будем ходить сегодня вы рискнете сознаться сколько вам стоили стоил ремонт до 630 баксов пошли новые диски по 64 бакса диска 400 300 получается не важно диски да вот это вот наш механизм переобуважка стоит по моему 16 баксов лесу не все за все все переходите вот наша байк лайн там же не просто переобуважка там еще это балансировка у меня еще пушная резина была которая в каком состоянии диски правда новые должны быть отбалансированы в общем сам бы я такой точно не сделал механизм я думаю баксов 200 может меньше 150 остальное работа потому что надо было всю дверь раскручить у меня боковые стекла на деревяшке разобрана неделю эти совсем старые стиль такой что да как-то это белина пусть там небольшой ночью симпатичный есть вот как вот такие которые нижние окна такие мелкие явно видно что там перепад реально можно было окна сделано что в то время когда строили свой этот дом других окон просто не было стандарт а сейчас уже все там фундамент уже не было марш какие были такие останутся и вот кстати почти убрали всю осень же с улиц внезапные тыквы но вообще появляется рождественские украшения сразу буквально рождество хэллоуин прошел разок мы с одним разговариваем одновременно на две разных темы мы кстати у кого-то елки видели здоровый окна сделали ворота замаскировались а кто-то вот листья собирал собирал и не вывез мы дошли до мы дошли до мы дошли до торфила там седьмая заплавка цены подскочили опять на бензин почти неделю было 99.99 это очередная церковь не помню какая где-то там на нигде было написано и мы сейчас будем перебегать дорогу в неположенном месте но можно тут перебежать можно там перебежать светофор на 5 и аж на 12 с которого вы никуда не выйдете поэтому нам придется перебежать дорогу в неположенном месте ну а мы перебежим на 9 улице вы переворачиваете моё метро чего? перебегание в неположенном месте а вы между прочим каждый день перебегаете я да но я же жду когда никого на дороге нет как мне начальник говорит ты главное следишь у тебя не переехали ага потому что у меня светофор в соседнем перекрестке но блин ты же по утрам до этого перекрестка не дойдешь вот знаете какой здоровый дом его по-моему тоже продавали продавали недавно продали я не знаю вот такое исторически вот что здесь будет здесь был дом да здесь кстати вот этот дом который возили когда-то у нас в инстаграме было может что-то построить большое торговый центр нет нет мы будем строить апартмент хаус прямо вот он будет сосед с церкви апартмент да это будет апартмент и они по-моему тут были все в истерике бились быстрее увезите увезли еще зимой потому что мы будем строить и на этом все закончилось да и короче никто так и не понял чего была спешка ну что же старые домики нельсон ладно идем дальше нам надо на девятую ну в таком доме загорать можно как они борются с этим со снегом со снегом не знаю тут ровная крыша но это ж по-моему не совсем правильно может она не такая ровная как нам кажется а зато на втором этаже все должно быть да ровно все тоже а то вот этого товарища вот это у него просто офигенная сирень в дворе все вот этот вот куст я как-то он мне так нравился мы все мимо него ездили с кэном целыми днями ездили ездили и я что-то думала что он растет на городской части да территории и приехал пригнал сюда Владимира обрезать сирень стырить да в центре города да ну я вообще девочка такая вам на Владимира пригнали вот и мы приехали доехали до этого дерева и я такая понимаю что он во дворе растет блин да не очень он вот в этом доме елки продают да в этом доме елки продают вот это вот дом на заднем дворе у него продаются елки мне кажется надеюсь через две уже привезут вот это не рано не, это все там ладно не, мороз привозит так, Патяна, вон если на стене а да сейчас перебегаем вот тата 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 все, перебежали Да, так не делайте. Скажите своим детям и скажите, что делать. Вот, Kinder Music. Это типа вроде как садик, но там дети играют на музыкальных инструментах. У... Мелани, дочка. Ирик. Игрик? Лирик её звать. Да. Вот мхом поросли ступенчики. Я, скорее всего, просто от травы туда набилась. Вы там уже полчаса снимаете? Ну, всего 15 минут. Поэтому, да, товарищи, если это сильно длинно и не интересно, вы мне так и скажите. Так, нам надо будет ускориться. Вот тут всё, улица понятно. Сейчас мы пробежимся до индустриал части. Шинглз перекладывает. Переждали все дожди. Видите, ну, там перевозят, складывают на крышу. И ждут, пока будет нормальная погода. О, видите, как они получается? На такую лестницу легко залазить. Ну, да. Ну, профессионалы. Ты не свернёшь себе шею, а на нашей свернёшь. Ну, да, нам, кстати, надо идти ещё. Да он спалок почистить. Опять. Вот гараж у кого-то сзади. Это у него спереди места не было, и он весь свой задний двор занял гаражом. Это называется ускорились. Ладно. Попробуем ещё раз. Стивен-стрит. Полиция. Да, сейчас нас наругают, что мы не положено на месте и приходим в улицу. Это, по-моему, для 55 плюс. Квартирный дом. И все. Парк? Элк парк называется, по-моему. И мы так плавненько въезжаем, то есть входим. Плавненько надо ускорить. Блин. В industrial part. Industrial part of the city. Наша железная дорога. Перехожу, перехожу, перехожу. Вот. Эта линия идёт в монету. Ага. А что у тебя там? Какие планы? Сегодня в Вене. Я понял. Угу. Да-да-да. Вот апартмент на Стивен-стрит. Который раньше проходил под кодовым названием Русский дом. Естественно, осталось мало русских. Поэтому... У нас опять апартмент был где-то. Мы почти пришли. На самом деле... Казалось не так долго, как я боялась. Машинка стоит на улице. Владимир пошёл денег платить. У нас снова резина. Сейчас, ну, в резину. Продолжение следует...